Всем привет, друзья! Ставка 50 тысяч рублей, Зенит, Динамо, Сочи, Спартак и ряд других интересных поединков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно посмотрите первое видео на матче пятницы и субботу, будет еще третье на субботние поединки. Для этого нажмите на колокольчик, чтобы не пускать моих видосов. В Телеграме вас ждут дополнительные бесплатные прогнозы, там же есть чат ставочников, где около тысячи участников, а может быть уже на момент проснутра видео будет уже больше тысячи. В общем, все ссылки в описании. Но Лацо-Верона, серия А, Лацо как-то плохо играет в последнее время, тогда сыгрались Брюги, весь второй тайм играли в большинстве и пропустили. На 92-й минуте Лацо и вовсе мог проиграть, игрок Брюги попал в перекладину. До этого Лацо выиграли на выезде Специо 1-2, но даже как признал на пресс-конференции после матча тренер Лацо-Цаги, что во многих моментах Лацо повезло и Специо очень здорово смотрелось. 1-1, до этого сыгрались Дорганской Баруси, 1-3, дома уступили Удинезе, последних 5 и 11 из 12 игр у Лацо обе забьют и залетают. А Верона это очень интересная команда, прототип Аталанты, они 1-1 в прошлом туре сыграли Скайлери, заслуживали победу и были близки к ней, а до этого ту же самую Аталанту бы играли на выезде 0-2. И вообще Верона в этом сезоне очень здорово на выезде играет, они сыграли 2-2 с Миланом и 1-1 с Юентусом. В 6 из 8 матчах у Вероны обе забьют ставка проходит, так что я не сомневаюсь в том, что и хозяева, и гости забьют в этом поединке. А еще не удивлюсь, если Верона не проиграет, потому что, повторюсь, на выезде в этом сезоне победили Аталанту и не проиграли лидеру чемпионату Милану и Юентусу. Так что две мои ставки, обе забьют за коэффициент 1-69, 3000 рублей я ставлю. 4-2 плюс 1 на Верону за коэффициент 1-82, 2800 рублей я ставлю. Ланс играет против Монопелье, французский чемпионат. В этом матче тоже я жду голы. 0-2 Ланс обыграл Рен в прошлом туре на выезде, 1-3 уступил Дома Анже, 1-1 разошел с Миром Стантом и 4-4 с Реймсом. В 3 из 5 игр у Ланса обе забьют и залетают, во всех последних 5 матчах они забивают. Монопелье уступил 1-3 по СЖ, при этом неплохо играл и награл, я думаю, даже на 2-3 гола в том поединке. Ранее у них было 4 победы подряд, 0-1 они обыграли Лориана Сентетина и 4-3 в перестрелке победили Страсбург. В общем, обе команды в неплохой форме, обе команды в последнее время немало забивают, поэтому беру обе забьют, коэффициент они на 8-6, 2800 рублей оставлю. Марсель играет против Монако, один из двух центральных матчей тура чемпианте Франции. Марсель уступил 3-0 Манчестер Сити в Лиге Чемпионов, но да, Лига Чемпионов неудача для них сложилась. Сити приходилось выставлять сильный состав, поэтому, конечно, физически лучше будет готов Монако, который не тратит сил на Еврокубки. Но Марсель в чемпионате, это совсем другая команда, что и показывает результаты. У них в чемпионате Франции 5 побед подряд, 8 матчей в чемпионате они не проиграют. В 5 из 8 игр в чемпионате обе забьют, ставка проходит, во всех 8 они забивают. Монако в прошлом туре уступил 2-1 Лили, но до этого 4 матчей подряд одержал победу. 3-0 Ним, 3-2 ПСЖ, 1-2 Ницца. Но мы прекрасно понимаем то, что у Монако, как всегда, хватает проблем в обороне. Матч против довольно сильных команд Швита Франции, они неизменно пропускают немало. Ну, вот матч этого сезона против Леона, там подтверждение, в котором они проиграли 4-1. В личных встречах в 8 матчах подряд обе забьют, ставка проходит. Я думаю, что Марсель играет дома, и в целом ворота Монако обязаны забивать. Что касается Монако, то они воспользуются тем, что не играют в Еврокубках, в отличие от Марселя. Поэтому я беру обе забьют, кое-то цены нет 68, 2800 рублей оставлю. РПЛ, Ротор играет против Уфы, но здесь будет конкретная заруба. Встречаются две команды, которые находятся в зоне вылета. В первом круге сыграли 0-0, было много желтых карточек. Но этот матч будет совсем другим, потому что там Ротор играл исключительно вторым номером. Тогда Ротор еще был не в оптимальной форме. Сейчас вот последний месяц-полтора, Ротор уже играет другой футбол, в более атакующий. И вас не должны смущать последние результаты команды. Да, я прекрасно помню, что они уступили 5-0 Краснодару, но в том матче большей части игры они играли в меньшинстве. И даже в меньшинстве в целом Ротор находил какие-то возможности, пытался забить, не получилось. До этого 2-0 уступили Спартаку. Дома Ротор всегда дает всем бой, несмотря, опять же, на неудачные результаты. Команда в каждом поединке создает немало моментов. В том же матче против Урала Ротор создал больше моментов, чем соперник, но 0-0 сыграли. Ранее 1-1 сыграли с Тульским Арсеналом, где Ротор остался в меньшинстве, в меньшинстве забил, а мог забить даже больше. И мы помним, что 1-2 Ротор на выезде выиграл Локомотив. Кроме того, такая тенденция, в 12 из 15 последних матчах Ротора мы видим голы во втором тайме. Что касается Уфы, то наконец-таки Уфа тоже постепенно приходит в себя. До этого у них было много поражений, но в последних матчах 4-0 выиграли Тамбов, в прошлом туре 0-1 Ростов. Не скажу, что победа была по игре, Ростов безусловно играл на голы в том поединке, но и Уфа неплохо контратаковала и создавала моменты. Ранее 1-2 Уфа дома уступила Химкам и Уралу, тоже борцам за выживание. 3-1 проиграли Ахмату, в 4-6 матчах у казалось бы низовой Уфы обе забьют, ставка проходит, и во всех 6 матчах последних Уфа неизменно забивает. И так же, как и у Ротора, часто мы видим голы во вторых таймах, 7 матчей подряд эта ставка у Уфы проходит. Когда встречаются два клуба из подвала, букмекеры не ждут почему-то голов, но здесь будет более открытая игра, потому что и тем, и другим нужна только победа. По одному очку не устроить ни тех, ни других, поэтому жду более открытого футбола и голов в этом матче. Три ставки на этот поединок. Первая 4-1-0 на Ротор, коэффициент 2-10, 2500 рублей я ставлю. Вторая, обе забьют, коэффициент 2-42, 2000 рублей я ставлю. Третья, второй тайм, тотал больше одного, коэффициент 94, 2000 рублей я ставлю. Думаю, что дома Ротор не проиграет, команда в целом играет не так плохо, какие результаты мы у них видим в последнее время. Уфа, да, одержала две победы, но в целом какую-то стабильность тоже еще не успела обрести. Зенит играет против Динамо. Я понимаю, что Зенит варит в этом поединке, но брать победу Зенита за такой коэффициент я не вижу смысла. Потому что Динамо в последнее время демонстрирует неплохой футбол. Не всегда, конечно, но в прошлом туре 1-0 абсолютно заслуженно бы играли Тульский Арсенал. 4-1 уступили Ростову, а Динамо сыграли с Спартаком, где, в общем-то, играли лучше. И 5-1 разгромили Локомотив. В шести матчах лишь одно поражение и четыре победы. В шести-семи игр обе забьют, у Динамо проходят. И во всех семи последних матчах Динамо забивает. А у Зенита какая-то невероятная история в домашних матчах. В семи домашних матчах подряд Зенита обе забьют, ставка проходит. Они еще и потратили силы в Лиге чемпионов, вставляя сильный состав, уступив 1-2 Боруссии. 5-1 обыграли Урал, 3-1 Краснодар, 1-1 сыграли Слацу, 1-2 уступили дома Рубину и Брюге. И сейчас состав у Зенита неплохой, потому что практически все игроки готовы, постепенно набирают форму. Поэтому, конечно, Зенит фаворит. Не верю в то, что они дома проиграют, но уверен в том, что Динамо должны на выезде забить. Моя ставка 1-1 плюс обе забьют, коэффициент 2-12, 2600 рублей оставлю. И последний матч. Сочи играет против Спартака. Слушайте, ну я вообще не согласен с котировками. Я не считаю, что Спартак является фаворитом в этом поединке, я считаю, что шансы плюс-минус равны. Даже совсем небольшое даю предпочтение Сочи в этом поединке, потому что команда, ну, очень здорово играет в последнее время. Они редко проигрывают, они 2-0 абсолютно по делу обыграли в прошлом туре Ахмат дома. Да, они уступили только вот Уралу 1-0, но играли в том матче в меньшинстве. При равных составах они играли намного лучше. И во втором тайме тоже в меньшинстве контратаковали, создавали моменты. Уралу повезло с этим голом, который они забили. Но, что интересно, Сочи очень хорош дома. И дома с 1 марта Сочи никому не проигрывает. У них всего лишь одно домашнее поражение в этом году. В последних 14 матчах 9 побед и 5 ничьих. В 14 из 15 домашних игр в этом году Сочи неизменно забивает. В 3-4 последних домашних забивает 2 и более голов. Поэтому, считаю, что шансы Сочи не проиграть Спартаку в этом матче довольно-таки неплохо выглядят. В первом круге сыграли 2-2. Там мы видели ошибку Казарцева в случае с назначением второго пенальти. Но, тем не менее, Сочи не проиграл. А в последнем домашнем матче вовсе они переиграли Спартак 1-0. Спартак же в прошлом туре 5-1 разгромил Тамбов. Я бы не стал заострять внимание на этом матче. Потому что у Тамбова сейчас не лучшая ситуация в клубе. Игрокам не платят зарплату. И половину команды просто-напросто устроили бойкот. Ранее 2-0 обыграли такого же аутсайдера Ротор. 1-1 сыграли с Динамо, где выглядели не лучшим образом. 2-2 с Уралом, где тоже Урал играл больше даже первым номером. И 0-1 уступили дома Ростова. В 89 матчах Спартак пропускает. Так что 5 тысяч рублей разделил на две ставки. Первый. Недуальный тотал Сочи. Больше нау. Коэффициент 2-17. 2,5 тысячи рублей я ставлю. Вторая ставка. Сочи не проиграет. Коэффициент 1-79. 2,5 тысячи рублей я ставлю. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Переходите в Телеграм с дополнительными бесплатными брагнозами. Подключайтесь к нашей беседе. Ссылки все найдете в описании. Успехов вам. Увидимся в следующем видео.